Юридическая консультация. Медицинское право. Государственной думе готовит законопроекты о палеотивном статусе плода и перинатальной опеки. Первый зампред комитета государственной думы по семье Татьяна Буцкая объяснила, что понятие палеотивного статуса предполагается для случаев, когда беременность уже случилась, но плод имеет генетическое или врожденное заболевание. А введение перинатальной опеки, по ее словам, необходимо, когда имеется палеотивный статус плода до рождения, а также в ситуации беременности после изнасилования. Это также является показанием к аборту, однако женщина может быть не готова как прервать беременность, так и растить такого ребенка. Этим женщинам мы даем шанс на то, чтобы они доносили беременность и родили. Им будет гарантирована медицинская, юридическая, психологическая, медикаментозная социальная поддержка. При этом в любой момент женщина сможет сказать, что передумала и оставить ребенка, объяснила Буцкая. Она также сослалась на статистику хосписа «Дом с маяком», согласно которой 21 ребенок из 103 вышел из палеотивного статуса. В УЗИ и скринингах может быть ошибка, поэтому, принимая палеотивный статус плода до рождения, мы даем такому ребенку шанс выжить, а маме мы даем возможность сохранить здоровье, как репродуктивное, так и психологическое, отметила зампред.